Итак, как вы думаете, сколько стоит мое лицо? С учетом того, что это лицо, будем говорить, с 2001 года в эфире, то оно денег стоит. Почему мое лицо стоит тех денег? Потому что я никогда не вру. У меня есть такое мероприятие, которое дала мне еще 33-я школа. Леш, никогда не ври. И я делаю те материалы, которые мне нужны. И не только мне они нужны, потому что это мое лицо вам реально говорит о том, что вам необходимо делать. Давайте все-таки поделимся, что вам необходимо делать. Что вам необходимо делать? Иногда немножко расслабиться. Немножко. Для удовольствия. В принципе, при нормальных отношениях, отношениях к алкоголю, количество спирта для человека мужского возраста, это не более 50 грамм. Что такое 50 грамм спирта? Это, в принципе, 1,5 литра хорошего качественного пива. И ни того, ни другого в наших сетевиках нет в природе своей. Все обосрали. Но мы не обосрали, потому что мы это делаем на том самом месте, где раньше был Верхневральский пивной завод. Потому что человек включил то, что должно было быть. Я таких людей в городе Магнитогорске знаю не так уж и много. Но рядышком берется подземная артезианская вода с большой глубины. Потом она здесь качественным образом обрабатывается и делает то самое пиво. Почему это не делается в городе Магнитогорске? Потому что расстояние от гор в Магнитогорске напрямую это километров так 25. Здесь гора Извоз. Прямо вот она здесь. То же самое есть и в Самаре. И дальше идет технология, ради которой я сюда приехал. В чем моя радость-то присутствует? Так в чем? В том, что идет работа, когда весь мир валится. Ну, во-первых, это бред. Во-вторых, мой стимул до раскрутки уже в интернете качество делает свои дела. Магнитогорцы и жители окрестностей возвращаются к истокам. Так вот, истоки качества – это истоки жизни. А жизнь чуда всегда была в Верхнеуральске. Кстати, этим чудом баловались и цари. Николай II был и здесь, вкушая чудо. Затем, наверное, также вкусив это же чудо и в Магнитной, из которой получился Магнитогорск, взял это чудо с собой. То есть история веками прописанная Верхнеуральского пивного завода. Реально ничего не поменялось. Или вы думаете, что что-то случилось? Нет. Все так же сюда заливаются замечательные сусла. Делается. Никаких проблем не возникает. Это для тех, кто не понимает, что это есть работа. На улице сегодня, сейчас где-то 26 декабря. Все нормально, все работает. Все дает вам возможность получать то самое лучшее и качественное пиво. Это легко. Потому что где вы находитесь? Вы находитесь на территории Верхнеуральского пивного завода. Ах, изумительно все. Вы помните, да, через сколько? То есть 7 часов, ну и плюс добавление дрожжи и все остальное. А уже потом все заливается вот в эти танкеры. Кстати, мы не будем говорить, что в России все это очень сложно. Нет. Абсолютно все нормально сделано, красиво, изумительно. Они бесконечно могут работать. Но самое главное, потом их качественно помыть. Так вот, этим здесь и занимаются. И после некоторого времени, а некоторое время, то есть, если это дело сегодня случилось, да, то через примерно, ну, 28-30 дней вы получаете то, что вы будете пить. А вы будете пить продукт естественного пивного брожения. К слову о том, что здесь нету никаких добавлений ничего в природе своего. То есть, здесь люди не добавляют ни примочки, которые различные по одной простой причине, потому что здесь очень хорошее качество солода различного, естественно. Ну и, естественно, добавки вкуснейшие. Вот. И, конечно, никогда в жизни они не добавляют спирт. И, к слову о том, мы готовы вам это предоставить. Самое забавное, когда мы вам говорим, мы не говорим вам, что вам необходимо упиваться. Этого, в принципе, нет ни о нужности. Даже если мы будем говорить о истории отношений, которая прописана где? Она прописана в самом древнем издании этой Библии. Вино. Это было неплохо. Потому что не надо было просто угваздываться. Если мы будем говорить про пиво, качественное верхнеуральское пиво, оно, по сути, такое единственное. Потому что я был на Самарском пивном заводе, там выпускают только жигулевское пиво. Потому что через дорогу это жигулевские горы, естественно. Здесь есть очень много различных сортов пива. И поэтому мы немножко будем говорить, что верхнеуральское немножко поинтереснее. Да-да-да-да-да. Почему? Потому что это красиво и ровно сделано. И, к слову о том, вам не нужно много. Вам, в принципе, хватает, ну, если женщине, то ей хватает, ну, может быть, пол-литра. Ну, мужчина, может быть, полтора литра съест. И больше ей не нужно. Поверьте мне, зато утром вы спокойненький, как чисто... чисточукс. Воу, чисточукс. Клево, да? Сели спокойненько за рули, приехали. Это клево, это клево, это просто изумительно. К слову о том, что все интересно. К слову о том, что интересен даже тот факт, который прямо перед вами. Это установка по очистке самых замечательных штук, в которых вам везется разливное пиво. Разливное, но не бутылированное пиво. Можно, в принципе, было бы сделать бутылированное пиво, но зачем? Это отдельные модификации. К слову о том, что, ну, гораздо мне лично кажется проще вам спокойненько взять то, что вам нужно в том вашем количестве. И вы спокойненько будете все это делать. Почему все это делать, обрабатывается на этом станке? Потому что мы берем агрегат полностью, полностью оно промывается. Даже умом вы себе не сможете позволить. То есть то, что было раньше, полностью удаляется. И никаких веществ прошлого там нет. То есть, когда мы берем верхнеуральское пиво, из-за верхнеуральских бочонков, они специализированы, мы понимаем, что вас здесь не обманывают. Здесь не существует обмана. Потому что здесь все сделано для того, чтобы вы пили качество, образец которого достойно подражания. Потому что, возможно, это случится, мы куда-нибудь смотаемся. Да, это Бог. Я переговорю с начальником, может быть, мы это и сделаем. И покажем вам удовольствие, которое не только магнитогорцы умеют делать. Конечно, раньше в Верхнеуральске было много пивных заводов. Их было штук 5 или, может быть, 4. Еще в то самое время, до Октябрьской революции. А после этого остался один пивной завод, который был, есть и находится он именно в этом месте. Ну, чуть-чуть дальше. Вот прямо отсюда, грубо говоря, 50 метров до конца. И это будет тот самый бывший пивной завод. Причем пиво было самое лучшее, потому что магнитогорцы частенько... Почему частенько? Это был нормальный результат, когда человек после работы мог спокойненько выпить кружку пива. Можно было делать везде и всюду. Раньше это было нормальным явлением. Сегодня, сейчас мы вам про это говорим. Если у вас будет большое-большое желание не травить магнитогорцев, это к слову о том, что вы зайдите, все магнитогорцы, зайдите в любой ваш магазин, где развивается пиво. И спросите, а какое вы нам будете пиво давать? В 99% случаев я вам скажу, что Верхнеуральского пива там не будет. Везде вам будут говорить, что оно качественное, красивое. Но это будет не тот лучший сорт пива. А тот лучший сорт пива, но если есть специалисты, они позвонят по этому телефону, я вам сейчас укажу. А если пока нету, то всего три точки в городе Мнитогорске вы это сможете увидеть. Это Карамаркса 204, рядышком с Вавилоном. Рядышком с Тройкой, пересечения с 50-кой магнитки советская. Естественно, Комсомольская 25. Вот там вы сможете попить тот лучший сорт пива. Потому что он нужен вам, естественно. Потому что мы работаем и показываем качество. И качество на самом высоком уровне. Потому что мы работаем и любим вас. Вы это должны понять. Это делается для вас. Мы не собираемся сверхденьги с вас дергать. Все работает нормально, ровно и красиво. И чтобы вы поняли, где я нахожусь, я прямо нахожусь сегодня здесь. Метет ветерочек, но для качества даже ветер не помеха. Я . Метет ветер.